Сегодня сразу две сыктывкарские пары обменялись во дворце, но обменялись кольцами во дворце, но не бракосочетаний, а в ледовом. Свадьба на коньках прошла впервые в истории республики. Посвятили столь необычное событие и году спорта, и профессиональному празднику сотрудников ЗАГС. Поздравить молодоженов приехал министр спорта, руководитель регионального управления юстиции. Свои напутствия на счастливую супружескую жизнь парам дала и Юлия Чепалова, известная лыжница, которой, кстати, катание на коньках далось нелегко. Татьяна Выборова кричала горько. Идея зарегистрировать брак на льду появилась еще осенью. В итоге на подготовку свадебной церемонии ушло почти два месяца. Все это время к торжественному событию готовились и сами молодожены, и работники ЗАГСа, и хореографы ледового дворца. Сам процесс сочетания браком практически не отличался от обычного. Белые платья, строгие костюмы. Вот только главные участники церемонии были на коньках. Сначала на лед вышел регистратор, и лишь потом под вальс Мендельсона появились молодожены. Влюблённые ответили на главный вопрос дня, а может и жизни. Согласны ли они стать мужем и женой? Надев друг другу кольца, пары исполнили первый танец молодых. Сделать это на коньках было явно непросто. Тем не менее, и Чупровы, и Поповы поразили своим катанием. На протяжении всей церемонии молодоженов на льду поддерживали воспитанники Северной Олимпии. Устроить торжество на льду столичный ЗАГС предлагал многим влюблённым, которые решили сочетаться узами брака. В итоге на эксперимент согласились лишь две пары. Павел и Кристина Поповы признались, на коньках до свадьбы стояли всего несколько раз, и даже подумывали отказаться от такой авантюры. После первой репетиции мы хотели отменить, но они говорят, что шагу назад нет. Андрей и Елена Чупровы узнали о ледовой свадьбе, когда подавали заявление в ЗАГС, и сразу решили, что распишутся именно на льду. Хотя сами и не спортсмены вовсе. Мы просто ходили вот сюда кататься раньше до этого, и когда узнали, что такая есть возможность, с удовольствием, конечно, захотели на коньках. То есть не просто так расписаться, а каким-то... В Северной Олимпии тоже сразу согласились провести необычное для катка торжество. И тренеры, и хореографы, и спортсмены приложили максимум усилий, чтобы устроить для молодоженов настоящий праздник. Они стояли очень плохо, неуверенно, и вот большое количество репетиций, тренировок, они, в принципе, сделали свое дело. И вот вы увидели, что молодожены, в принципе, неплохо стояли, хотя очень сильно переживали. Гости молодоженов наблюдали за торжеством с трибун, причем все они были тепло одеты, в отличие от виновников торжества. Впрочем, и герои дня, и регистратор свадебной церемонии признались, на льду им было совсем не холодно, согревало небывалое волнение. Мы три раза в неделю занимались, помимо мы ходили на массовое катание, ходим нашим коллективом с Эктывкарского ЗАГСа. После официальной части семейные пары отправились в раздевалку, чтобы надеть более привычную обувь. Так что у новоиспеченных мужей уже в первые минуты после бракосочетания появился отличный шанс проявить заботу о своих супругах. Они с удовольствием помогли женам снять коньки.